Были такие ветра, что сходу у меня края за песком заносило, по-другому они макушечки пшеницы торчат. Плодородный слой срывало и уносило в неизвестном направлении. Урожай погиб, сельхозземли спасли. Пять лет назад фермер Виктор Дафт высадил лесополосы. Говорит, тогда посадки компенсировали. Я заказывал проект в Саратове, у меня есть проект восстановления лесополос, и также проект санитарных рубок, старых лесополос. Но через год как-то все это затихло, и край дал обязательство 100 гектар посадить новых лесополос. Посадили всего 20, из них 7 гектар в горизонт высадил, и эту программу федерация, как говорится, перестала финансировать. Первые лесополосы на Алтае высадили в 1928 году. Всего 7 гектаров. Их число росло с каждым годом. Крестьяне боролись с суховеями, которые появились из-за освоения целинных земель. В годы войны, когда, казалось бы, не до лесоразведения, добавили еще 10 тысяч гектаров лесополос. Их рассвет в 60-80-е годы. В этот период прибавлялось по 5-7 тысяч гектаров ежегодно. А с 90-х и по сегодняшний день провал практически ни одного дерева. По итогам инвентаризации 2011 года на страже Алтайских полей осталось всего 79 тысяч гектаров лесополос. Уже в два раза меньше. В качестве лесополосы мы привыкли видеть тополя, березы, сосны. Но в Михайловском районе есть лесополосы сибирского финика и даже изоблепихи. Несмотря на то, что эти деревья низкорослые, они отлично защищают от ветра. Тройная защита. Тополь, сибирский финик и самая долговечная сосна. Кстати, сосновые лесополосы на Алтае – редкий экземпляр. В свое время их высадили в качестве эксперимента. Мы проехали от Барнаула до Михайловского района. Это где-то 400 километров. Несколько хвойных лесополос мы встретили только в одном месте. Недалеко от Шипунова все остальные – тополинные, березовые. Но и они почти все в критическом состоянии. Древесные породы отмирают в предел 45 лет. Поэтому все они оказываются уже устаревшими. И свои обязанности по защите территории открытых выполнять уже не могут. Молодых лесополос до 20 лет почти не осталось. Всего 0,3%. 20-летних чуть больше 2%. 30-летних – 40%. А великовозрастных старше 40 лет – почти 60%. А это значит, делают выводы ученые, что уже через несколько лет останется всего 40 тысяч гектаров лесополос. И их влияние будет незначительным. Исправить ситуацию только долгосрочная программа восстановления. Всю программу нужно в несколько миллиардов. Она должна функционировать на протяжении 20-25 лет. Она должна включать не только создание этих насаждений. Посадить – это одно. Это необходимо за лесополосами регулярно проводить уход. И тогда ситуация будет меняться к лучшему. Это будет гарантированный урожай. Раньше на Алтае были специальные питомники, где выращивали деревья для лесополос. Сейчас их не финансируют, говорят ученые. В местном Минсельхозе в видеокомментарий нам отказали. Но письменно пояснили, что субсидии на затраты фермерам сохранены. Просто не все подают заявки. А на вопрос, будет ли долгосрочная программа, в ведомстве ответили. Для начала нужно определить правовой статус лесополос. В Минсельхозе от них отказываются, мол, они не относятся к сельхозпроизводству. Началом решения проблем защитного лесоразведения должна быть постановка насаждений на кадастровый учет, установление права федеральной собственности на поставленный на кадастровый учет лесополосы и отнесение земель под ними к землям лесного фонда. То есть передача Министерству природы. Но это не решение проблемы, считает депутат Госдумы Иван Лор. Ведь фермеру, чей урожай может погибнуть, не важно на чьем они балансе, а важна финансовая поддержка. Кстати, в Госдуме в первом чтении уже принят закон о защите лесных насаждений в стране. Этот закон пока конкретно не дает ответ на вопрос фермера или ваш вопрос, какая поддержка. Поддержки практически никакой. Но кроме того, сразу прописана ответственность. То есть получается, не дав ни рубля, на завтра еще и будут наказывать тем, кому свалилось это, как говорится, богатство в одночасье. То есть фермерам, на территории которых будут лесополосы. Закон требует доработки, добавляет Иван Лор и поясняет, что проблему лесополос должны урегулировать на федеральном уровне уже в течение года. Если этого не произойдет, то есть все шансы повторить историю 50-летней давности, когда пыльные бури в Кулудинской зоне сорвали 20 сантиметров плодородного слоя почвы, который, к слову, восстанавливается тысячелетиями. Так что пока остается спасать землю в одиночку и тратить из собственного кармана 100 тысяч рублей на один гектар лесополосы. Через год-два мы делали подсадку. Вот видите, ну все, принялся, осеночка пошла. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.